И передаю слово Андрею Бородкину, главному редактору группы «НКО Гарант», автору «Вместе блога». И Андрей расскажет, как и зачем создавать свое бренд-медиа, и какие могут быть идеи, что надо делать, и какие от всего этого получаются результаты. Андрей, вам слово. Ой, я там даже 10 плюсиков вижу. – Большое спасибо, коллеги. Спасибо большое, что пришли. Я бы хотел буквально пару минут перед тем, как поговорить о своей теме, подвести, наверное, небольшие такие итоги, промежуточные, потому что конференция наша к своему экватору приближается. И мне кажется важным сказать о том, что у нас сегодня очень интересная тема, очень интересные спикеры, большое им спасибо за выступление. А почему, мне кажется, тема важная, интересная сегодня? Потому что мы ведь все понимаем необходимость продвижения, необходимость коммуникации. То есть мы не можем работать, так сказать, в стол, в ящик, только внутри своей команды или своего сообщества развиваться. Но при этом мы всегда почему-то говорим о том, что продвижение – это трудно, сложно, ресурсоемко, это дорого, нам нужна для этого команда или специалисты узкопрофильные. И у нас никогда на это нет времени. То есть такой получается дисбаланс. Мы понимаем необходимость этого, но нам это кажется чем-то очень трудным и сложным. При этом сегодня Ирина, например, нам рассказала про то, что в рамках даже одной площадки ВКонтакте мы можем очень плодотворно общаться с нашей аудиторией, с нашими партнерами, с нашими донорами. И буквально не выходя за пределы одной площадки, мы можем там по сути тоже делать собственные медиа. То есть мы можем там не только делать опросы, мы можем делать контент разного формата, развиваться, расти, аудитория будет расти. Затем нам коллеги из правовой команды рассказали о том, как мы можем работать с контентом. Мне очень понравилось это выступление, я бы хотел его отдельно отметить. Для всех, кто работает с текстами, мне кажется, это прям такое образцовое выступление в том плане, как можно работать с темами, форматами, как можно одну и ту же тему подать для сайта, для соцсетей, как переработать эту тему, как ее переписать, упростить. И я бы советовал обязательно всем пересмотреть еще раз это выступление, кто работает в соцсетях, кто публикует новости. То есть, по сути, там было выступление о том, как работает небольшая редакция. Это очень здорово, как они работают с инфоповодами, ищут темы и перерабатывают их. И затем нам рассказала уже вторая Ольга очень здорово про то, как мы можем в рамках Телеграма работать. Мне кажется, это важно, потому что я знаю, что у многих ресурсных центров и НКО есть большая база знаний, большой накопленный опыт и очень полезные навыки, которые они могли бы трансформировать в курсы. Но многим кажется, что для этого нужно делать отдельный сайт, нужно какую-то специальную площадку искать, нужно очень много ресурсов потратить на это. А Ольга нам показала, как можно это сделать, в принципе, самому, в рамках только Телеграма, и очень успешно. То есть, она говорила о цифрах, которые, мне кажется, многим НКО и ресурсным центрам были бы приятны о цифрах продажи курса. Вот, поэтому, мне кажется, сегодня очень интересные были темы. И с Питерой спасибо всем большое еще раз. А я сегодня хочу вам рассказать о такой вот теме, которая звучит так. Как и зачем создавать свое бренд-медиа, идеи, действия и результаты. Как правило, когда человек из некоммерческого сектора или из других сфер экономики слышит слово бренд-медиа, ему это тоже кажется чем-то таким огромным, с большой командой. То есть, сидит там много редакторов, много корректоров, новостников, иллюстратор, дизайнер. И они выпускают какое-то большое издание. А на самом деле это не так. И мы сейчас с вами об этом поговорим. И что мне кажется интересным, это то, что каждый из нас, по сути, представляет собой медиа. Да, вот так вот. Почему я так думаю? Потому что есть цифры, исследования, которые проводились в нескольких странах. И они выявили, что среднестатистический житель планеты проводит в интернете, в сети, онлайн почти 7 часов своей жизни каждый день. И иногда это даже больше, чем мы спим ежедневно. А что значит, что мы проводим это время онлайн? Это значит, что мы там, мы же не в одностороннем порядке это делаем. Мы общаемся с коллегами, с друзьями, с друзьями знакомыми. Мы узнаем новости, как-то их пересказываем, перерабатываем, спорим, соглашаемся, что-то обсуждаем. Если подумать, точно так же работают и медиа. То есть они узнают новости, они узнают поводы, они как-то перерабатывают, доносят это до своей аудитории. Аудитория их комментирует, лайкает или спорит с ними. То есть, по сути, каждый из нас несет какую-то позицию по определенным вопросам и транслирует ее другим людям. И это, собственно, точно так же ведет себя и медиа. Но, когда мы совершаем вот этот переход от того, что это мы сами общаемся, а теперь нам необходимо создать медиа от лица организации. Это, конечно, нас пугает. То есть это как бы совершенно другое уже в нашем понимании. То, о чем я говорил, что это сложно, нужна отдельная команда, это займет очень много ресурсов и так далее. А почему это нас пугает особенно сильно в некоммерческом секторе? Мне кажется, по трем главным причинам. И первая причина – это не ты, как пелась в песне известной, а идеи. Вот у нас сегодня тема называется «Идеи, действия, результаты». И первая причина для меня – это идея, а точнее их отсутствие. Очень часто я слышу от многих организаций про то, что они не знают, о чем им писать, о чем им говорить. И что им транслировать, так сказать, в большой мир. Это то, о чем говорила Ирина. Очень важно, какой месседж вы формируете и доносите своей аудитории и вообще в целом всем пользователям. Мне кажется, что вместо того, чтобы говорить о конкретных каких-то идеях, которые мы можем использовать в блоге или в собственном медиа, можно поговорить про мотивацию. Потому что если у нас есть мотивация, как мой опыт показывает, идеи сразу же находятся, идеи тем и идеи того, о чем мы можем говорить. Так вот, в чем же мотивация для НКО создать собственное медиа? Мне кажется, есть такие четыре полезных эффекта, которые вы сможете ощутить довольно быстро, если свое медиа создадите. И тогда у вас сразу появится идея, если мы поймем эту пользу. В чем состоят эти эффекты? Первый эффект, на мой взгляд, это то, что ваше собственное медиа создает интерес к вашему продукту и к работе вашей организации в целом. Что такое продукт НКО, по сути? Это наши знания, навыки и компетенции, которые мы так или иначе, можно сказать, продаем. Можно этого слова не стесняться, даже если мы их предоставляем бесплатно. Но все равно нам выгодно, чтобы люди обращались к нам за помощью, другие организации обращались к нам за помощью, чтобы они узнали о наших навыках и знаниях, а не пошли в другую организацию. Так вот, продукт НКО, он намного сложнее, чем коммерческий продукт, потому что сложнее оценить его эффект, сложнее оценить его стоимость. И в этом случае, на мой взгляд, стандартная реклама, которой пользуются коммерческие компании, подходит намного меньше, чем продвижение с помощью собственного медиа. Почему? Потому что это более нативное продвижение получается. Мы можем в свое медиа написать какой-то полезный материал и там сказать ненавязчиво о том, что, допустим, в чем польза этих услуг для сектора, мы говорим, что эти услуги предоставляем мы. Мы говорим, что у нас есть база знаний, мы говорим о своих навыках, о своих компетенциях. И получается, что человек заходит к нам на сайт, в наши медиа, читает, и одновременно подогреваем интерес к нашему продукту. Второй эффект. Собственное медиа создает доверие. На мой взгляд, доверие – это такой инструмент, который, можно сказать, основополагающий в третьем секторе. Почему? Потому что любая аудитория, с кем мы общаемся, донор – это партнер, жертвователь, реальный донор, партнер, жертвователь, который уже у нас есть, или потенциальный. В первую очередь, необходимо нам, чтобы они доверяли. Потому что мы же хотим от них в конечном итоге чего? Чтобы они поделились с нами ресурсами. Это не обязательно финансовые ресурсы. Это могут быть их навыки, их время, какое-то знакомство полезное, которое мы можем завести. И для того, чтобы они делились этим ресурсом с нами, а не с другими организациями, они должны нам доверять. И как это работает? Мы пишем полезный, интересный контент в собственном медиа, и через это ассоциируемся у донора, партнера и жертвователя. Сама организация ассоциируется с надежным партнером. То есть он прочитал – вау, круто, ему понравилось, значит, этой организации можно доверять. А у другой организации нет такого полезного материала. Значит, они либо не нашли время, либо не могут так красиво упаковать, либо они просто не знают того, о чем здесь написано. Поэтому второй полезный эффект – это мы повышаем доверие ко всей организации, не только к блогу или к медиа, а ко всей организации. Это важно, и это потом выражается в конкретных цифрах, которые мы посмотрим чуть попозже. То есть этот показатель можно измерить. А третий важный тоже пункт – собственная медиа запускает сарафанное радио. Вот мы любим в третьем секторе говорить о том, что сарафанное радио – это канал коммуникации, очень неплохой, скажем так, который, несмотря на все диджитал-инструменты, продолжает действовать, продолжает быть эффективным для нас. Так вот, тексты, они ведь не просто так в вакууме существуют, да? Люди прочитали их, согласились, либо не согласились. Людям свойственно ассоциировать себя с героями текстов. Они начнут спорить, у них появятся эмоции, они начнут обсуждать, пересылать, делиться. И таким образом, конечно, естественно, во всех этих обсуждениях будет фигурировать и ваша организация в целом. Поэтому, опять же, собственные медиа запускают вот такой вот процесс, когда о вас узнают чаще, и, возможно, аудитория, которая до этого о вас совсем не знала. Четвертый важный полезный эффект собственного медиа, на мой взгляд, это, кстати, то, о чем говорила Ольга Уткина, о том, что даже если нам удалось собрать небольшую аудиторию, но она органична для нас, да? То есть подписчики и читатели, если они остаются с нами долгое время, читают наши материалы, мы можем им доверять, да? Это не какие-то там боты, мы их знаем, это прям самое ядро нашей аудитории. И как мы это можем использовать? Если у нас появляется новое мероприятие, новая программа, какая-то активность, какой-то продукт, какие-то услуги, и мы пишем об этом в медиа, мы можем быть уверены на 99%, что аудитории это понравится, и наша аудитория будет в этом участвовать. Чем мы будем тратить огромные ресурсы, просить, даже если это не материальные ресурсы, да, мы потратим время, найдем дружественные каналы, группы, другие организации, будем просить их, а, пожалуйста, опубликуйте вот этот анонс, а, пожалуйста, расскажите о нашей услуге, они будут долго не соглашаться, потом опубликуют, 90% их аудитории это пропустит мимо, да, потому что воспримет как рекламу. И вот все эти усилия, по сути, приведут ни к чему. А если мы поработаем над развитием собственной аудитории, мы просто напишем там, поставим ссылку, и люди придут и посмотрят, воспользуются нашими услугами. Вот это, если мы говорим про 4 полезных эффекта от собственного медиа. И теперь, когда мы уже захотели сделать свое собственное медиа, я собрал немножко тем, которыми вы можете пользоваться. Если у вас уже есть блог медиа, если вы только думаете о том, чтобы его завести, вот такие вот базовые темы. Но, почему я говорю базовые, они интересные, но я очень редко когда вижу, чтобы другие некоммерческие организации писали на эти темы. Хотя мне кажется, это очень интересно поговорить об этом. И если вы будете писать об этом, то вы совершенно точно будете выделяться на рынке и среди других НКО. То есть, почему вы решили открыть? Ну, я понимаю, да, почему немногие НКО об этом пишут, потому что у нас всегда очень много текущих задач, и мы всегда в таком ритме очень высоком живем и работаем. И вот, например, остановиться, пролистать свой телефон, посмотреть, найти там фотографию с нашими сотрудниками, которые там полгода или год. Да, это бывает сложно, но если мы это сделаем, мы просто напишем материал о том, что это за фотография, что это за мероприятие, почему мы в тот день вместе собрались, а как теперь развиваются эти сотрудники, а что прошло за год, что изменилось в лучшую сторону. Вот, это же очень интересный материал, на мой взгляд, который не требует очень большого усилия. Вот, точно так же, как, например, рассказ про то, кто нас вдохновляет, почему мы решили открыть, собственно, НКО. А был ли период, когда нам хотелось все бросить и уйти работать в заповедник, следить за медведями в одиночестве и ни с кем не общаться? Я ведь уверен, что такие периоды у каждого из нас были. Вот. Это не так сложно рассказать об этом, да? И для этого не нужен корректор, для этого не нужен там журналист, новостник, не нужен иллюстратор, но необходимо наше время. То есть немножечко остановиться, выйти из этого безумного потока задач, в которые мы каждый день вступаем, и написать вот на такие темы. Это будет уже отличным ходом для того, чтобы выделиться среди других НКО. Вот. Это мы поговорили про первую причину, почему мы страшимся заводить блог и собственные медиа. Про то, что у нас нет идей, и откуда нам их взять. На самом деле идеи все вокруг нас, просто иногда нужно остановиться, подумать и немножко вернуться во время назад. А теперь мы поговорим про действия. То есть, окей, с идеями мы разобрались, идеи мы нашли, мы их записали, сложили в копилочку, а скажи же нам, пожалуйста, что нам конкретно надо сделать, чтобы создать собственное медиа. Я вот выделил два пути, как говорится, простой и сложный, чтобы это сделать. А какой путь простой, на мой взгляд? Мы создаем сначала блог, который не требует большого вовлечения других сотрудников нашей команды, то есть, по сути, в который можем писать только мы, никого не отвлекая от работы и не тратя на это очень много собственного времени. Допустим, пусть это будет блог ваш личный, ваших личных впечатлений или мыслей о том, что важного прошло за неделю. В общем, какая-то одна тема. И уже потом, когда мы учимся дисциплине, потому что это тоже и разговор о дисциплине, то есть, если мы решили писать о том, что у нас прошло интересного на выходных, каждый понедельник, мы пишем каждый понедельник. Или если мы решили писать о том, что было интересного за неделю, каждую пятницу, мы пишем и не пропускаем. Когда мы этому научились, уже потом мы можем добавлять туда новых тем, новые рубрики, форматы, там, например, интервью, партнерские материалы, какие-то подборки, какой-то разбор полезных инструментов. И на этой стадии уже просить других сотрудников нашей команды помогать вам, мы сейчас поговорим, как это можно делать. И вот, по сути, в этот момент наш блок уже превращается в медиа. Но мы делаем это постепенно. Мы не требуем от себя и от других участников команды бросить все текущие задачи и работать на блок. Это первый путь. Я его назвал простым. Хотя понятно, что он тоже требует времени и нашего усердия. А есть путь сложный. В чем он состоит? Мы сразу берем и делаем много статей, много контента, много форматов, много рубрик. Берем интервью у коллег, у сотрудников, просим нашу команду вовлекаться в это, придумывать темы, вычитывать тексты. Поступаем вот так. Какой путь выбрать, я не буду говорить, потому что у каждой организации своя собственная ситуация и свои собственные позиции, возможности, время и ресурсы. Здесь вот напрашивается такая шутка про выбор из всем известного фильма. Красное или синее? Вот каждая организация выбирает для себя, какой путь ей проще осилить. Мы выбрали красную барбарисовую конфету, то есть простой путь. Сперва мы создали блог, вместе блог на нашем сайте Сила Вместе. И там не было вот всех вот этих рубрик, которые вы сейчас видите. мы поначалу просто старались писать какие-то важные вещи, практические инструменты, то есть если туда зайти и посмотреть самые первые темы, там будут темы на что обратить внимание НКО в этом году, как там написать текст, как взять интервью участника программы, как сделать кейс. В общем, такие практические штуки. И потом со временем уже, когда мы наладили работу в этом блоге, мы решили ввести рубрики. Вот такие вот, тоже можете потом посмотреть. То есть стали регулярно писать про книги, про фильмы, про грандмейкинг, брать интервью. Но все это происходило постепенно, потому что сразу такой объем осилить, и тем более в одиночку, на мой взгляд, сложнее. Еще хотел сказать, что, да, если мы говорим о блоге, очень важно, несмотря вот на эти рубрики, делать ленту, то есть ленту свежих материалов, чтобы у вас материал попадал вне зависимости от рубрики как бы на первое место, и потом вот эта лента обновлялась, потому что если мы делаем свежий материал в одну из рубрик, она главная не появляется, то статистика сразу становится ниже этого материала. Вот. А теперь в рамках действий поговорим о трудностях, потому что я бы мог сказать, что блог и потом превращение блога в собственное медиа, это все очень легко, интересно, просто и полезно. Но, конечно, на самом деле это сопряжено с некоторыми трудностями, которые обязательно у вас встретятся на пути. И первая трудность это одиночество. То есть вы по сути остаетесь с этой задачей одни. У команды есть текущие задачи, у вас есть текущие задачи, их никто не отменял. И если вы принимаете решение создаем блок и собственные медиа, скорее всего поначалу контент вам придется писать самому. И вот такая проблема может возникнуть. При этом вторая проблема это маленькая аудитория. Естественно у вас не появятся тысячи читателей через пару недель после того, как вы решите писать в блог и развивать его до медиа. И поэтому вам будет казаться на определенном этапе, что вы пишете, а никто не читает, как понять, что вообще это кому-то интересно, может нужно все это бросить, у меня не получается, я не могу писать, я делаю много ошибок. Вот такие вот мысли обязательно будут, но нужно стараться пытаться не позволять этим мыслям бросить то, что вы начали, почему, мы чуть позже узнаем, потому что это принесет результаты. А еще одна вот такая вот трудность довольно нестандартная, но мне кажется, важная, это отсутствие контроля, то есть вы создаете блог, и по сути вы самый редактор, сам себе режиссер, никто не может вас поругать за какую-то тему, и вы можете писать туда все, что угодно, и вот на этом этапе вы можете решить, что наверное любая тема будет хорошо читаться, я могу написать про это, я могу написать какой у меня день прошел, там еще про что-то и так далее, и вот важно в это не уйти, важно все-таки оставаться актуальным для своей аудитории, поэтому у меня есть такой инструмент просить или сотрудников команды, а еще лучше людей, которые вообще не сектора НКО, чтобы они читали ваши материалы и говорили вообще, как это, интересно или неинтересно или занудно, в общем, такая самопроверка должна происходить всегда, чтобы не уйти в темы, которые потом нашей аудитории совсем будут неинтересны, они уйдут и перестанут следить за блогом и за медиа. И, конечно, вопрос технической реализации, то есть, где нам это все делать, ведь наверняка нужен отдельный сайт или какая-то платформа, да, на самом деле нет, я вообще выступаю за то, чтобы блог и потом медиа всегда были привязаны к либо главному сайту, либо к одному из ваших сайтов, почему сейчас чуть-чуть попозже расскажу, мы делаем это вот на платформе Tilda, это очень удобно, на мой взгляд, потому что там есть рубрикатор, там есть шаблоны статей, верстать их очень удобно, вам не нужен никакой верстальщик, дизайнер, и это все можно освоить самому, но можно это делать даже в рамках раздела новости, который у всех есть на сайте, то есть вам практически вообще ничего нового создавать не нужно, просто, как говорила Ира, вместо анонсов вы в этот раздел можете публиковать полезные разборы, короткие интервью с сотрудниками и другой формат, и так вы будете повышать трафик, либо мы создаем на нашем сайте просто отдельный раздел, я думаю, это тоже технически не так сложно, который мы называем блог, медиа или каким-то другим брендированным названием, вот, это что касается технической реализации, и теперь третий раздел, зачем нам вообще это все, то есть мы поговорили про идеи, поговорили про действия, которые нам нужны, и теперь а что мы получим в результате вообще, для чего мы все это делаем, кроме возможности писать о чем угодно, как мы говорили, мы получим вот что, собственное медиа у нас будет влиять на статистику сайта и соцсетей, то есть это золотой закон контента, чем больше мы создаем контента, тем больше у нас будет читателей, при этом не нужно бояться, что он будет неинтересный, не нужно бояться ошибок, есть такое правило, всегда лучше опубликовать, чем не опубликовать, это действует всегда сто процентов, такой еще позитивный эффект, когда вы начнете все это делать, писать и развивать, вы будете то, 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 там от коллег в секторе слышать, что кто-то прочитал ваш материал, что кому-то прислали ваш материал, интересный, это как раз признак того, что ваш блог превращается в медиа, это то сарафанное радио, о котором мы говорили, и конечно же это идет только в плюс организации. И как мы еще можем эффект проверить по своим внутренним ощущениям, то есть если мы написали какой-то материал, и он нам нравится самим, значит мы все делаем хорошо. Если мы написали материал просто ради того, чтобы написать, потому что у нас есть контент план 200 в неделю, наверное он понравится меньшему числу аудитории. Вот такие варианты самопроверки. Вот наши результаты сайта Сила вместе за год, то есть с марта 22 года, когда блога у нас еще не было, блог появился в мае 22 года по февраль 23, что мы можем видеть относительно всего сайта, вот это то, о чем я говорил, это очень важно, то есть когда мы делаем блог, а потом медиа, это повышает посещаемость всего сайта вашей организации, повышает конверсию, увеличивает число заявок на ваши конференции и услуги, это работает всегда в связке, то есть мы видим, что за этот период у нас на 115 выросла посещаемость всего сайта, получились заявки, выросла конверсия, а какая роль в этом блоге, в этом роль блога какова? Вот мы можем посмотреть, за все это время блог у нас держится в топ 7 ресурсов всего сайта, то есть страница блога в семерке по популярности и естественно это приводит к тому, что растет и количество просмотров всего сайта. Вот, еще такой важный момент, когда мы изучаем статистику, мы всегда смотрим, какие материалы понравились аудитории больше всего, это легко проверить, если мы пишем вконтакте, смотрим по лайкам, если мы пишем в тильде, смотрим статистику в тильде или в других ресурсах, и есть такая ловушка, вот мы нашли, у нас есть самый популярный материал в блоге, он называется «Эта пятерочка выручает пять простых сервисов для работы НКО», он там в топе по просмотрам среди всех 50 материалов, и может показаться, что если мы сейчас начнем писать все остальные материалы вот в такой стилистике, то у нас просмотры взлетят, и все будет здорово и круто, я тоже в такую ловушку попался, но фактически выяснилось, что если мы повторяем какой-то формат, это вовсе не означает, что просмотры у него будут такими же высокими, почему, потому что очень сложно следить настроение читателей, поведение читателей, может быть тогда, когда мы публиковали эту статью, просто больше пользователей оказалось в сети, может как-то на них повлияли другие факторы, которые мы учитывать не можем, но если мы будем постоянно возвращаться к такому формату, повторять его, мы, во-первых, упустим другие важные темы, во-вторых, наш блок и медиа станут менее разнообразными, менее интересными, и все это приведет к тому, что читателей только отток получится, а мы ожидаем, что будет приток, поэтому смотрим на цифры, изучаем их, изучаем мнение команды и коллег, чтобы не скатываться в то, что мы пишем обо всем на свете, но остаемся в рамках разных форматов, не стараемся повторить самые популярные форматы. Вот такой вот еще вопрос предвкушаю, насколько важен контент-план? Мне кажется, он важен, но важно его и нарушать. Почему? Потому что если мы решим, что будем вообще без контент-плана работать, то есть, например, там сели сегодня и думаем, нам надо что-то написать, это принесет сумбур в работу. Поэтому нам нужны темы, хотя бы на неделю или на две, на которые мы можем ориентироваться. То есть, мы посмотрели праздничные даты, мы посмотрели какие-то интересные поводы, поспрашивали коллег, команду, о чем интересно почитать, записали. Но также, мне кажется, важным, не бояться отступать от этого плана. это то, как работают самые лучшие редакции, медиа, издания, вне зависимости от количества человек в команде. Если происходит что-то интересное, потому что мы в любом случае в плане что-то упустим, мы не можем следить за всем сектором, у нас ведь много других еще текущих задач, как мы уже говорили. Случается что-то интересное, какое-то событие, например, о котором все говорят, кто-то где-то выступил, проходит какая-то конференция, кто-то там открыл новую организацию, кто-то получил большой грант и так далее и тому подобное, мы не стесняемся откладывать план в сторону, переносить эти темы и написать желательно как можно быстрее в своем блоге и медиа вот о том, что произошло. Вот. И еще традиционно хотел бы посоветовать несколько фильмов. Если вы решили точно после этой презентации что будете делать блог, развивать его в собственной медиа, вот такие три фильма, они очень легкие, интересные, но с другой стороны там здорово показана работа команды, которая делает контент. То есть как они взаимодействуют, как они переживают по поводу того, есть ли просмотры или нет, где они ищут темы, как им хочется все бросить, почему они этого не делают и как в итоге их ждет успех, как он ждет всех нас, как мне хотелось бы верить, чтобы можно было вот так вот делать. Вот. В принципе, про блог и медиа у меня все. если будут вопросы, с удовольствием на них отвечу. Сейчас я включусь и пойду смотреть вопросы. Я думаю, что точно будут. Какие публикации в блоге сейчас самые востребованные? Я вот говорил уже, да, что про сервисы и приложения, которые упрощают работу НКО, и в принципе, но с другой стороны это все варьируется, да, то есть вот главный лидер вот это, но допустим, там от недели к неделе может меняться, но всегда популярны материалы про что почитать и что посмотреть, при этом с привязкой к работе НКО, то есть вот недавно был материал про фильмы про работу в команде и у него тоже отличные были цифры и просмотры, то есть мы видим, да, что есть материал про конкретные инструменты практически, которые мы каждый день в работе используем, а есть совершенно как бы другой материал про то, что нам посмотреть в субботу и воскресенье, чтобы там забыть о делах, но что-то полезное о команде узнать, и они по сути одинаково популярны, то есть это говорит о том, что мы должны стараться писать о разном. Спасибо. Ну вот есть вопрос, будут ли презентации, потому что где-то было мелковато и не все смогли прочитать, поэтому да, будут для того, чтобы можно было прочитать. Еще, пожалуйста, вопросы. Вот тоже комментариях есть, что как раз телеграм-канал тоже медиаплощадка, вот клуб фандрайсеров завтра идет на конференцию ведомости выступать как СМИ. Если есть еще вопросы Андрею, то еще целая минута есть, он может отвечать, вот, вот, переспрашивают, хорошо заходят подборки, чек-листы, конкретные действия, правильно услышали? Да, правильно, правильно, но это не значит, что мы не должны публиковать там отрывки из книг или интервью с кем-то, потому что пройдет там неделя-две и какой-то материал или месяц или два может выстрелить, потому что он кому-то в поиске был показан, да, или потому что случилось что-то с этой книгой, которую мы написали, ее экранизировали и раз все ищут и найдут ваш материал, то есть это вот такая сложная субстанция предпочтения читателей, которые мы стараемся угадать. Ну, нам плюсиков наставили, значит, все-таки иногда угадываем, вот, особенно, когда там 10 плюсиков, то значит, прям сильно угадали. Спасибо огромное, Андрей. Спасибо.